Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пастори Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассуждать на тему сердца, состояния сердца. В каком состоянии наше сердце? Это очень важно, когда мы знаем, тогда мы работаем над какими-то сферами, которые необходимо поправить. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы были с нами, рассуждали на эту тему, открывали свое сердце, и Бог благословит вас сегодня. Да, воистину, сердце – это очень важный орган в жизни человека. И мы все знаем, что сердце – это как двигатель, который все переносит, работает для того, чтобы… Перекачивает. Да, перекачивает, чтобы мы могли функционировать. И, конечно же, любой член тела, он очень важен. Но сердце – это очень важно. И что интересно, написано в Слове Божьем насчет сердца, написано, что «больше хранимого храни сердце твое». Почему? Потому что от него источники жизни. Сегодня люди хранят и деньги, и какие-то сбережения, и ценности. И часто мы этим занимаемся, хотим, чтобы мы не потеряли ценных вещей, мы очень прилагаем много усилий, даже деньги платим для того, чтобы могли сохранить какие-то вещи. Но сегодня мы хотим обратить внимание, и Господь обращает внимание на самом деле. Он как-то говорит нам, не как-то, а говорит нам, что «больше хранимого то, что вы храните, храни свое сердце». Об этом мы сегодня будем говорить, дорогие друзья. Да, и действительно, больше всего хранимого. Вот все, что мы охраняем, все, что дорого для нас. И знаете, иногда мы оберегаем то, чем мы не пользуемся. Я вспомнила о том, что один человек берег очень сильно свои сокровища, и он долго сидел там, прям охранял. Он сделал себе этот, значит, такой, можно сказать, щель в стене и охранял. А рабочие смотрели за ним и думают, что же там он охраняет. И один раз, когда он оставил, они обокрали его, и он так опечалился, он уже даже жить не хотел. Настолько он печален был за свое богатство. Один мудрый человек ему сказал, говорит, слушай, вот ты же им не пользовался. Говорит, положи туда камни и охраняй, говорит, и думай, что это сокровище. Понимаете? Как бы, ну, есть действительно вещи, которые, они не ценные. А мы на них отдаем время. Мы, можно сказать, оберегаем их. Мы беспокоимся о них. Понимаете? А это вещи, которые, вот, можно сказать, ограничены только этой жизнью. А то, что ценно, это вечность. Вечные отношения с Богом. Вечные отношения и, действительно, даже отношения с нашими близкими, которые, это является особенно ценным. Как живется нашим близким, нашим родным с нами. Как люди, которые с нами постоянно соприкасаются на работе, им приятно с вами встречаться или нет. И это зависит от того, чем наполнено ваше сердце. Вы знаете, ваше сердце может быть наполнено добротой, любовью Божией. Бог, действительно, написано, что любовь Божия излилась Духом Святым, данным вам, в сердца ваши. И она излилась. Но можем мы, способны ли мы черпать, способны ли мы высвобождать. Или те камни обид, или огорчений, или злобы какой-то, они просто подавляют. Знаете, вот есть источник, который, он имеет потенциал быть очень большим благословением. Но он может быть заваленный. Как люди, когда, бывает, враги уходили, они заваливали эти источники воды, колодцы. Они накидывали туда камни, лепестком засыпали, и всё. И то, что имеет потенциал быть благословением, оно было перекрыто. Вот точно так и в нашей жизни может быть столько благословений, но мы можем перекрыть это этим, знаете, обидами даже. Вау! Мы все знаем, что в любой технике двигатель – это очень важная часть именно этого творения или создания. Но, дорогие друзья, и мы знаем, что к двигателю применяют, смотрят за ним, масло меняют, чтобы всё работало. Вот представьте, двигатель не заработал, или масло упустили, или что-то другое. Всё, машина как бы не имеет ценности в себе. И вы знаете, Господь хочет, чтобы в нашем сердце, вот, мы наблюдали за своим сердцем, и Господь в этом и предупреждает нас. Через псалмопевца Давида, он говорит, Господи, испытай моё сердце, узнай, как там, проведи анализ, чтобы нормально ли, не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный. Иногда, когда мы в технике смотрим какой-то шум излишний, мы сразу какое-то внимание обращаем, и начинаем какие-то действия проверять, всё ли нормально. Нам кажется иногда, что в нашей жизни всё с нами нормально. Но почему-то мужи Божии, помазанники Божии, цари, служители, они озадачивались этим вопросом, и они всегда ставили себя в такую позицию, в такое положение, что, Господи, Ты проверь, Ты испытай. А почему? Ну, я же сам. Ну, мы же не создатели. Мне кажется, тот, кто создал двигатель, он лучше знает, да? Да, и даже мы видим, что наставление апостола Павла Тимофею было написано, что «вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно». Вот кажется, в учение понятно, а зачем в себя вникать? А вникать в себя, чтобы анализировать, в каком состоянии моё сердце, на правом ли я пути. Вот действительно, смотрите, апостол Павел, царь Давид, они увещевают о том, что, как бы предупреждают даже, что, может быть, сердце не в правом состоянии. Мы можем увидеть, как Библия нас предупреждает, действительно, даже псалмопевец, он предупреждал о том, что бывает, что, и он обращался, сердце чистое сотвори во мне, Божий и Дух правый, обнови внутри меня, как бы снова обнови, оживи, освежи, очисти, понимаете? И когда Бог очищает наше сердце, то действительно, даже мы, я вспоминаю, этот псалом пели, который «хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина, там, где мир Божий, там, где Царство Божие, там, где действительно обитает Божья правда, там будет благословение, дорогие друзья, поэтому испытайте сердце свое. Если вы сами не в состоянии, пригласите Бога, скажите, Господи, испытай, драгоценный Дух Святой, проведи этот анализ, проведи это испытание, можно сказать, рентген, и покажи мне, где может быть зло какое-то, где какая-то вот нечистота, уже где какая-то обида, а может быть зависть уже, знаете, зародилась, и вот она вас гложет, и вы даже не можете понять, почему я в таком состоянии неблагодарном, не понимаю даже, почему я как бы не восхищаюсь Богом, почему я с радостью не прославляю Его, поэтому, дорогие друзья, испытайте свое сердце. Воистину. Испытай меня, Боже, Давид молится, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и настав меня, направь меня на путь вечный. Дорогие друзья, мы нуждаемся в нашем Создателе, в нашем Боге, потому что Он создал наше сердце, наш Дух, нас соткал во чреве Матери нашей, поэтому Он все знает, как специалист, поэтому, вы знаете, я не знаю, может ли зубник сам себе зубы полечить, несмотря что он столько много делает хороших дел, ему нужно к кому-то прийти, чтобы кто-то посмотрел тщательно, и он мог увидеть, что нужно сделать, и так дальше. Дорогие друзья, напишите и позвоните, мы будем очень рады с вами общаться, что вы думаете по этому поводу, важно ли заглядывать или просматривать свое сердце в нашей жизни, мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день», и действительно ваш лучший день, когда вы на правильном пути, когда вы слышите слова, которые несут созидание в вашу жизнь, которые очищают вас от всяких примесей, и вы знаете, вот Библия действительно предупреждает о том, что есть сердце лукавое и крайне испорченное, и так и написано, что сердце человека лукавое и крайне испорченное, у всех людей, которые без Бога, мы рождаемся, каждый эгоист думает о себе, и мы на самом деле думаем, что мы сделаем одно, а получим другое. Вот лукавство именно заключается в том, что мы думаем, что мы не посеем благословение, мы не посеем любовь, а мы пожинать будем всегда любовь, нас будут любить, нас будут чтить люди, к нам будут хорошо относиться, а сами мы пренебрегаем по отношению к другим людям, и мы, может быть, даже невнимательные, и даже, может быть, знаете, агрессивные иногда есть люди, а вот ждут, знаете, что к ним будут хорошо относиться. И вот в этом есть лукавство. И Бог предупреждает в слове своем, что с чистым, с чистым он поступит, с искренним, искренне, а с лукавым, он сказал, поступит по лукавству его. Это в 17-м псалме написано. И на самом деле, вы знаете, это очень важно. Не нам некоторые говорят, ой, ну вот тот лукавый человек, и я с ним буду по лукавству. Нет, это Бог будет поступать, потому что мы не в состоянии оценить, нам не дано это, и мы не имеем права говорить, что вот этот человек лукавый или нет. Бог рассмотрит, потому что иногда человек хотел, может быть, что-то хорошее, а получилось, кажется, и не совсем так, как он хотел. И мы можем обижаться и начинать, знаете, вот действительно воздавать человеку, может быть, злом, думая на зло, а это не наше. Мы должны делать добро. Мы призваны к добру и распространять добро, благословение, и к вам вернется ваше благословение. Вы знаете, очень важно и очень, как бы, правильно и, кажется, нормально думать о себе всегда. И действительно, Бог хочет, чтобы мы думали правильно. Но часто мы видим в нашей жизни, что мы думаем, что у нас все нормально, нам не хочется думать о плохом. И это хороший, позитивный взгляд. Но бывает уже, люди рассказывают, когда где-то какой-то сигнал подался, где-то закололо, где-то что-то плохо себя почувствовал человек, думает, что-то, наверное, ненормально. И идет на проверку. И когда его проверяют, оказывается, там есть определенные проблемы. И нужно обращаться за помощью. Так и, дорогие друзья. И часто мы думаем в нашей жизни, что с нами все нормально, я хороший человек. У меня, если говорить не о физической боли, а о духовной, у меня сердце очень хорошее. Я только желаю всем добра. И часто мы, знаете, не видим себя, что там внутри творится. Поэтому, как мы уже говорили словами Писания, что мы должны приглашать Бога постоянно. Господи, а ну-ка проверь, не завелось там ли что-нибудь такого неправильного в нашем сердце. Но Бог дает диагноз. И когда мы идем к врачу, если у нас какая-то что-то сигнал, даже люди сегодня, не имея никакого позыва, сигнала к заболеваниям или к чему, они все равно в целях предохранения, предосторожности понимают, что жизнь очень ценная и важна. Люди ходят регулярно на проверку, анализы сдают. И ничего в этом плохого нет. Но Господь желает, чтобы мы позаботились также и о нашем духовном сердце, о нашем духе, если так вернее сказать. Да, и главное, чтобы это не было движимо страхом, что мы постоянно ожидаем какой-то болезни, мы постоянно ждем, что что-то заболело, и мы думаем самое страшное. Вот просто, что чисто как машину, которую мы действительно проверяем, масло меняем, все это, это нормально. Но если это недвижимое страх. Но что я хотел сказать именно в отношении нашего духа, нашего духовного сердца. Господь, Он есть врач, Он есть создатель. Вы знаете, что Он врач над врачами? Поэтому Он дает диагноз. Вы все знаете, когда идете к врачу, без диагноза вы не получите лекарства, чтобы лечиться. Вы можете получить диагноз и скажете, ой, спасибо, доктор, я уже побежал. Ну, доктор, если вовремя как бы сообразит, сориентируется, скажет, подождите клиенты, и это же еще не все. Вам нужно лекарство. Если вы будете применять лекарства, исследовать или лечению, то есть вы получите хорошие результаты. Вот так. И Господь здесь говорит, что каждое человеческое сердце, оно не совсем так, как мы себе представляем, дорогие друзья. Пусть это будет не в обиду. Вот когда мы получаем какую-то не новость, а диагноз от врача, часто люди в шоке. Как это так у меня так? Я же не думал, что у меня такое может произойти. А врач говорит, о, у вас там уже надрыв сердца, надрыв чего-то другого. И оказывается, это какие-то влияния окружающие средства, или как сказать, среда, она влияла каким-то образом. Переживания, недоедания, нагрузки, неправильное мышление и так дальше. Здесь много может быть причин. Но Бог тоже дает диагноз нашей душе. Он говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Нет ни одного праведного, дорогие друзья. Нет ни одного святого человека на земле. Потому что вирус греха. Он пришел в этот мир и заразил нас грехом. И Господь говорит через пророка Еремии, он говорит, что лукаво сердце человеческое более всего, больше всего и крайне испорчено. Кто узнает его вопрос? И Господь говорит, я, Господь, проникаю в сердца и испытываю внутренности. Вот такой рентген Бог делает. Чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Дорогие друзья, кто-то сказал, что умирать не страшно. Страшно будет перед Богом предстоять. Если наше сердце будет неправо. И Бог говорит, что только чистые сердца Бога узрят. Оказывается, есть загрязненное сердце. Оно может быть загрязнено грехом и разными пороками. Порочное, лукавое. И Господь говорит, что я буду воздавать. По чистоте рук дам чистоту свою. А по лукавству Бог скажет лукавство. Поэтому сегодня хорошие, дорогие друзья, момент в нашей жизни. Лучший день в нашей жизни, чтобы мы могли поставить себя в позицию, может быть, божественного рентгена. Слово Божие проверить. Господи, испытай меня, на каком я пути. Да, и вот какой выход. Мы видим, что очень важно вообще оценить, что без Бога мы все лукавые. Мы все грешные. Никто не рождается. Это очень даже неправильное учение, что человек рождается безгрешным. Ребенок безгрешен до какого-то возраста. Это неправильно. Вот вам Слово Божие говорит, что все согрешили, все лишены славы Божьей, все лукавое сердце человека. Видим, действительно оно лукавое, потому что ребенок рождается, он думает только о себе. Уже. Уже вот буквально он еще, кажется, если кто-то думает безгрешный, то он фактически, вот этот эгоизм проявляется в такой самой высокой форме. Я думаю, что это часто трудно человеческому естеству принять это. Как-то немилосердно не может быть такого. Я хороший человек. Как? Каждый человек свойственно ему считать себя нормальным, хорошим человеком. Мы это часто слышим в нашей среде. Он хороший человек. Он хороший. Даже чаще всего не он хороший, а я хороший. Но есть, дорогие друзья, есть те пороки, которые... Да, мы хорошие люди. Почему? Потому что созданы хорошим Богом. Вот для определенной цели, чтобы славить его нашим сердцем. Не просто нашим сердцем, а всем сердцем его славить и благодарить его, любить его. И от сердца все делать, Писание говорит, если будете все от сердца делать, то будет вознаграждение. Даже такой вопрос очень важный сегодня, дорогие друзья. Очень важный. Самый один из важных, но не самый важный. Все важно, то, что Бог говорит. Это прощение. И Господь говорит, что если вы не простите, не просто говорит, не простите, а если не простите от всего сердца, то и Отец ваш Небесный не простит вам. Поэтому, дорогие друзья, подумайте, примирились ли мы с людьми, с Богом. Мы не знаем, что нас ждет впереди, даже несколько часов, несколько дней. Но Господь, что нам говорит? Будьте готовы всегда к встрече с Богом. Вы говорите, о какой встрече, дорогие друзья, есть такая встреча, которую мы никто не избежим. Вы можете избежать каких-то встреч, за вами погоняются там, может быть, может где-то вы уйдете с этой земли. Но с Богом встретиться нам всем придется. Поэтому лучше сегодня приготовить свое сердце, чтобы действительно получить то благословение, которое Бог имеет для каждого, кто с чистым сердцем придет к Нему. Да, и действительно, мы, дорогие друзья, будем продолжать еще эту нашу передачу. Мы через буквально несколько секунд возвратимся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня это лучший день. Господь с нами, Господь близко. Господь близко написан на всякий раз, когда мы призываем имя Его. Он близко, дорогие друзья. И когда мы сознаем, вот именно почему мы говорим об этом, для того, чтобы это осознание нас привело еще к Богу. И чтобы мы не знаете вот в самоправедности, что я неплохой человек, и я сталкиваюсь очень часто с людьми, которые действительно говорят не о других людях, а о себе. Я хороший человек. А видишь, совершенно там до хорошего еще очень далеко. Но смысл даже в том, что первая заповедь, обратите внимание, первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем твоим, всей крепостью своей, все в разумении. И если наше сердце занято какими-то обидами, знаете, даже эгоизмом, мы сконцентрированы на себе, уже мы не можем Бога любить всем сердцем. Понимаете? Мы даже хотели, кажется, мы думаем, ну я же хочу Бога любить, но мы не можем. Почему? Потому что, о чем я и говорила, этот источник, он заваленный камнями. Он завален, может быть, этой завистью. А почему вот, может быть, вам там в Америке хорошо живется? Вам, понимаете? И вот люди смотрят, думают, что все легко кому-то достается, а мне так трудно. Это мы, бедные, так тут страдаем, и мы страдаем не потому, что я в этом виновен, а я страдаю потому, что вот, потому что президент этот Путин или там Порошенко, понимаете? Не будем говорить даже сейчас о политике. Но мы всегда найдем виноватых, вместо того, чтобы взять ответственность за свою жизнь и сказать, Господи, что я неправильно сделал, что я делаю в своей жизни не так, как ты бы хотел. Сделал ли я все со своей стороны? Благословил ли я моих правителей, как Библия учит, да, благословляйте, и чтобы вам жилось хорошо. То есть проанализировать себя. А не проклинайте. И на самом деле Слово Божие говорит, что даже Архангел не посмел, на кого, знаете, на самого дьявола не смел укоризненного суда произнести. А мы открываем уста и, бывает, начинаем поносить людей, которые у власти. Понимаете? И лучше оставить вещи, которые нам непонятны, и просить у Бога, Господи, дай мне, научи нас любить. А ведь нас Бог, Иисус говорил, что, ну, учитесь, не учитесь даже, а любите врагов ваших. Любите, понимаете? Вам заповедано любить их, а не просто проклинать или унижать, или, знаете, даже критиковать, обвинять. Мы все на это способны. Абсолютно все люди могут найти виноватого, но это вам не поможет. Вот почему я вас предупреждаю. А еще хуже вас вовлечет в эту воронку, которую, я говорю, знаете, сегодня политика, она затягивает людей, чтобы мы все там в этой мясорубке крутились, и все мы разрушали себя, мы были недовольны, мы теряли мир Божий, теряли радость Божия, и теряли, действительно, вот это, что первое идет? Праведность, нет, праведность его. А мы праведность теряем, знаете, почему? Когда мы начинаем других осуждать, а написано суд без милости, не оказавшему милость. Милость превозносится над судом. Если вы судите, 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 обвиняете, 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 вы знаете, что вы лишены. Лишены Божьей милости, соответственно, у вас нет Божьего покрова. У вас уже, сердце ваше уже, оно порочное, уже вы лишены, действительно, праведности Божьей, соответственно, лишены радости, примирения, мира, шалома у вас нет. И вы идете и отравляете других людей, понимаете? У вас сердце уже повреждено, и вы, прикасаясь, начинаете других отравлять. Почему? А вы критику начинаете критиковать, начинаете обвинять, и вот все виноваты, кроме вас. Я вам скажу, вы можете изменить свою жизнь. И мы видим, что когда читаем о пророках, пророках Божьих, вы знаете, какие они жизни имели? Они проходили через войны, они сидели по несколько дней в ямах, буквально в грязи, понимаете, даже может быть не то, что в грязи, может быть, там еще и хуже чего-то было. Понимаете? И Бог давал им мудрости, они никогда не видят, что они там обвиняли, Господи, а почему я так страдаю? Они писали все, они писали по Слову Божию. И они предупреждали, и они просили людей возвратиться к Богу, они действительно исполняли работу Божию. Вы знаете, как Господь их наградит. Мы будем в вечности видеть этих пророков, которые претерпевали такие вещи, которые мы сегодня, может быть, даже, может быть, 10%, какой 10%, 100% часть, может быть, мы терпим, и мы уже начинаем возмущаться, уже негодовать на Бога, почему Бог допустил это, почему такое происходит. Понимаете? Научитесь приносить все Богу, научитесь быть людьми благодарными. Знаете, благодарное сердце, это открывает источники жизни и для вас несут благословение. Все, что хочется сказать, дорогие друзья, сегодня, это словами Писания, книги, Святой Библии, где Господь говорит, о чем мы вначале и полагали основание, что Господи, испытай мое сердце. Мы часто испытываем сердца других людей, заняты другими вещами, которые и не созидают, а еще, как пастор Галина говорила, отравляют нашу жизнь. Когда вы идете к врачу, дорогие друзья, вы же не проверяете состояние вашего соседа или врага, или соработника. Вы проверяете свое состояние сердца. Вы заботитесь о себе. И Бог хочет, чтобы вы позаботились о себе. Даже если ты весь мир приобретешь, завоюешь, и, может быть, большую популярность возьмешь, но своему сердцу повредишь, какая польза тебе от этого? Это не говорит о том, что мы не должны заботиться, или нам должно быть равнодушно, что происходит в этом мире. Нет! Бог хочет, чтобы мы при всем этом хранили мир, хранили покой в своем сердце. Как это можно? Без Бога невозможно. С Богом можно. Господь сказал, что «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиим. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И если в вашем сердце есть эта горькая зависть, то Писание говорит «не лгите на истину». Вот, поэтому, дорогие друзья, давайте сегодня прибегнем к Богу, чудесному Богу, как и псалмопевец говорит «как благ Бог к Израилю в чистом сердце». Как Бог благ сегодня к вам. Мы хотим благословить вас сейчас молитвой. Да, действительно, Господь, дорогой, мы просим Тебя, Отец, Небесный наш Отец, мы умоляем Тебя, Господь, благослови народ Твой, благослови осознанием, насколько мы нуждаемся в Тебе, Иисус, дорогой, насколько мы нуждаемся в этом чудном искуплении, которое Ты высвободил нам на Голгофе. И мы сегодня верою взираем туда, где совершилось наше искупление, где Ты заменил наши сердца каменные, жесткие сердца, ожесточенные, горделивые, Ты заменил на плотяное, которое будет чувствительное, и на сердцах наших Ты написал законы Свои. И нам приемлемо заповеди Твои, Господь. Мы любим закон Твой, потому что он совершен. Господь, мы благодарим Тебя, Иисус, дорогой Божий, за то, что совершилось наше чудное искупление. Господи, я прошу за тех людей, которые в сердце своем сделали решение. Они предоставят Тебе, Господь, первое место, первое место в своей жизни, Господь, чтобы Ты занимал в сердце их господство, чтобы не они правили, а Ты управлял, Господь, чтобы Ты царствовал, чтобы Твоя праведность, мир и радость во Святом Духе, они были просто этим достоянием этих сердец, Господь. Поэтому пусть придет сегодня эта замена, чудесная замена, Господь. Мы благословляем сейчас, Господь, этих людей, которые так нуждаются в Твоем прикосновении. Прикоснись, благослови. Мы просим Тебя. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Мы благословляем Вас, дорогие друзья. И действительно, храните свое сердце. Больше всего хранимого, что Вы сегодня охраняете, за что Вы так переживаете, храните свое сердце, потому что от него источники жизни. И с чистым сердцем Вы сможете нести благословения настоящие для окружающих людей, для Вашей семьи, для Вашего города, для Вашей страны. И действительно, самое главное, что в лице Господа мы можем зреть. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Спасибо, что Вы были в программе «Твой лучший день». И у Вас сегодня самый лучший день. Напишите нам, позвоните, что Вы думаете по этому поводу. Мы очень будем рады общаться с Вами. И до встречи в программе «Твой лучший день». Посылаем Вам сейчас шалом! И до встречи в «Твой лучший день».